Слава Богу, дорогие друзья, братья и сестры. Сегодня мне хотелось бы поговорить, я обещал, что буду продолжать тему, которую начал в прошлое воскресенье, но мне хотелось бы сфокусироваться на самом главном, что есть в нашей христианской жизни, на любви Божьей. На самом деле, вот Саша начинал говорить об отношениях, говорить о том, что мы должны строить отношения с Богом, и мы должны искать Бога. Я хочу посмотреть сегодня в эту тему гораздо, может быть, с другого, может, ракурса, или, может, попытаться глубже как-то посмотреть в нее. Вы знаете, тема, которую мы в прошлый раз начинали, называется «Они не были наши». Я хотел бы рассмотреть вместе с вами, почему порой у нас ситуации, когда мы испытываем вот это состояние какой-то, ну, как сказать, низкой такой мотивации, низкого желания вообще жить правильной, праведной жизнью. Но я хочу еще одну мысль такую обозначить. Порой бывает, вы сталкиваетесь с ситуацией, когда вы чувствуете, что внутри вас есть какая-то необъяснимая вам жажда, необъяснимая вами пустота, которую вы не знаете, чем заполнить. Вы, может быть, до конца ее не ощущаете каждый день, но когда вы где-то задумываетесь о Боге, когда вы задумываетесь о жизни, задумываетесь о том, что однажды вам придется подойти к смерти, к этому порогу, который неизбежен для каждого человека, вы чувствуете, что есть какая-то внутренняя пустота, внутренняя тревога, внутреннее, может быть, переживание. И я хотел бы, чтобы мы постарались сегодня найти ответ на этот вопрос. Итак, я кратко напомню, о чем мы говорили в прошлый раз. Послание Иоанна, 2 глава, 19 стих. 1 послание Иоанна, 2 глава, 19 стих. И мы пойдем дальше сегодня. Писание говорит. «Они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами, но они вышли, и через то открылось, что не все наши». Вот такой набор слов, которую апостол Иоанн говорит, на мой взгляд, несомненно, о среде людей, знающих Бога, или людей, которые были, принадлежали или принадлежат к Богу. Людей о среде церковной, о некоторой среде, где люди каким-то образом соприкасались с Богом. Я не хочу на этом долго останавливаться, но я хотел бы просто, чтобы мы увидели в этом стихе то, о чем мы говорили в прошлый раз, что акцент, который расставил Иоанн, они вышли от нас, но не были наши. И почему мы это узнали? Это открылось через то, что они не остались с нами, они вышли. То есть вопрос не в самом, проблема не в том, что они ушли. Проблема не в самом уходе, акцент не на самом уходе, акцент уход или, скажем, непринадлежность к телу Христову, мы говорили об этом в прошлый раз, может выражаться даже не в том, что я ушел, а в том, что будучи в церкви, будучи в собраниях, будучи в каких-то мероприятиях, я тем не менее не приобщился ко Христу. Вы знаете, когда сегодня говорилось о том, что мы нуждаемся в отношениях с Богом, мы нуждаемся в Боге, я сидел и думал о том, что какая привилегия, когда Бог почтил или позволил нам быть частью Его церкви. Порой мы думаем, что от нас радикально что-то зависит, что мы можем сделать выбор в ту или иную сторону. Порой мы действительно можем сделать этот выбор. Но когда речь касается Бога, когда речь касается близости с Ним, мы замечаем, что все наши выборы, это как, знаете, просто наша попытка доказать Богу, что мы что-то значим в этом мире. Я хотел бы, чтобы мы осознали глубоко внутри себя, Он возлюбил нас и потому сделал что-то ради нас, Он пошел на крест. И когда Он протягивает нам руку свою, порой люди просто наивно полагают, что не сегодня, я приму Бога потом, я Богу потом буду служить, я Богу потом познаю, я Бога потом узнаю, я буду молиться. Если Бог не даст милость и милосердие свое не проявит, не дат благодать, мы можем стать самыми последними отъявленными грешниками. Мы можем быть отвергнуты, отвержены от всего. Вы знаете, я хочу продолжать, и вот то, о чем Иоанн здесь пишет, они не были наши, это то, что сегодня мы наблюдаем через пассивность, через охладевание, через омерщвление церкви, через то, что приходит в наши сердца, некий дух мира. Я говорю, приходит в наши сердца, а не просто говорю, что вот есть люди, которые они в мире, которые, это дух, который противостоит всей церкви. Если мы сегодня сможем, можем быть внимательны, или мы сосредоточимся на том, что на самом деле узнать, что происходит с нами, что происходит с церковью, мы увидим, как такая волна накатывается. Волна того, против чего противостоял Христос. Если мы внимательно почитаем жизнь Иисуса Христа, когда Он пришел, Он обращался к религиозным лидерам того времени, Он говорил, вы лицемеры, вы фарисеи, у вас форма предстала выше человека, вы перестали замечать человеческие нужды, вы готовы вот эту блудницу привели, побить камнями, и между тем, сами исполнены этого греха. Он против всего этого восставал. Когда Он смотрел, Он говорил, Он смотрел на этот Иерусалим, Он говорил, вы не приняли, не познали время спасения. Он смотрел на эту массу людей, которые нуждаются. Он говорит, а я вижу их, они поражены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. И в то же самое время эта масса людей говорила, нам не нужен никакой спаситель, нам все хорошо. Друзья мои, когда мы видим сегодня это время, когда это все накатывается снова. Я хочу, чтобы мы имели вот эту духовную бодрость, духовную зрелость. Галатам 5 главу нам высветите 24 стих. Духовная бодрость и зрелость заключаются в том, что мы соответствуем евангельскому стандарту, евангельскому учению. Но те, которые христовы, распяли плоть со страстями и похоти. Можно много говорить о евангельских стандартах, о том, какой чистоте и святости мы должны соответствовать. Но есть одно простое. Те, которые христовы. Вот я хочу, чтобы в этом стихе вы увидели не просто данность, о чем мы должны. Я хочу, чтобы мы с вами в этом стихе увидели как индикатор. Знаете, есть это лакмусовая бумажка. Когда вы опускаете в какую-то жидкость, вы знаете, что там определенная PH, вот эта вот кислотность среды. И вы не обманете эту бумажку, потому что она так устроена. И вот когда здесь Писание говорит, спасибо, с 12 до часу, воскресная школа, это не элемент Писания, вот нам снова вернули. Но те, которые христовы, распяли плоть со страстями и похоти. Это такой лакмус, бумажка, индикатор. Когда я понимаю, что я Христов, я не просто навязываю себе Божий стандарт. Я говорю, мои мысли до сих пор пребывают в баре, мои мысли до сих пор пребывают в блуде, мои мысли до сих пор пребывают в обмане. Но я же Христов. Я должен свои мысли собрать в кулак и вернуть ко Христу. Если мои мысли, а это отражение моего естества, друзья мои, это отражение моей сущности внутренней, они по-прежнему исполнены похоти, исполнены греха. Я не стал до конца Христовым. И потому Иоанн пишет, они вышли от нас, они были с нами в собрании, они пели с нами песни, они с нами молились, но они не приобщились к телу Христову. Они могли бы даже говорить о том, что мы посещаем собрания, мы знаем все богословские тенденции, мы все изнутри изучили. Позвольте, есть тайна, когда я соединяюсь со Христом. Это не о том, что я выучил песни, это не о том, что я правильно поднимаю руки, это не о том, что я прочитал Евангелие несколько раз, это не о том, что я знаю философские доктрины или течения, или направления богословия, это не об этом. Это тайна, когда я приобщаюсь к телу Христову, к церкви. И потому он говорит, но те, которые Христовы, в них произошла перемена, в них что-то внутри глубоко произошло. Они не просто знают моральные требования, которые выдвинул Христос, они соответствуют им натурально, по жизни, по духу, по душе, по внутреннему естеству, который изменил Дух Божий. И потому, говорит Иоанн, те, которые вышли, они не были наши. Они были с нами, но мы узнали из-за того, что они не смогли остаться. Когда пришли времена другие в церковь, не всегда будет время, когда можно будет спокойно собраться. Не всегда будет время, когда у церкви будет хорошая аппаратура. Не всегда будет время, когда у церкви будет комфортный зал, пусть может быть зимой чуть-чуть здесь прохладней. Не всегда будет время, когда нас будут почитать и уважать, когда нам будут улыбаться, возможно, придет время, когда за исповедание Христа будут разлучать семьи, как делали это в Советском Союзе, будут плевать в лицо, будут унижать. Иоанн об этом говорит. Он говорит, те, которые остались, те, которые остались, потому что они не могут уйти, оторваться от Христа, они соединились с Ним. Они наши, даже тогда, когда им плевают в лицо, их растерзывает, как это было в первые века на аренах римских театров, когда целые семьи христианские живьем съедали дикие животные на посмешище, на увеселение людей. Итак, друзья мои, я не хочу просто нагнать на вас какую-то, знаете, тоску, но есть определенные стандарты, которые Христос показал в Евангелии. И я хочу сегодня говорить, как я уже сказал, о самом главном, о любви, которая позволяет нам присоединиться ко Христу. Почему сегодня я говорю о том, что они не были наши, потому что на самом деле я не хочу показать на кого-то пальцем, сказать, это наш, это не наш. Я хочу, чтобы мы на себя посмотрели и сказали себе в конце этого собрания. Являюсь ли я Христовым? Являюсь ли я тем, который принял Христа, и жизнь Христова во мне возродилась? Итак, мы говорили о том, что есть определенный, в прошлое собрание немножко коснулись, что есть определенный порядок построения любых отношений. Между людьми есть отношения. Отношения это просто взаимодействие. Это то, по сути, некоторая взаимосвязь между двумя людьми, например. Я хочу говорить сегодня, мне хочется, я молюсь, чтобы говорить очень просто, потому что на самом деле это достаточно сложные для понимания с первого взгляда вещи, но я хочу говорить о них просто, чтобы они легли в сердце. Итак, благодаря тому, что Бог не видим нами, Он сверхъестественен, есть особая форма, особая последовательность или, как сказать, особый алгоритм, говоря таким словом, отношений с Ним. Я акцентирую на некоторых важных вещах. Я думаю, вы поймете, о чем я говорю, несмотря на то, что звучит, это может быть как-то так страшно. Итак, мы строим отношения через Христа, как мы говорили. Он сказал о себе. Я путь, я истина, я жизнь. Он говорил, никто не приходит к Отцу, как только через меня. Это очень важно для понимания нам сегодня, что мы только через Христа имеем возможность иметь отношения с Богом. Сегодня есть, к сожалению, некоторые христианские течения, которые вытесняют Христа или ставят его как бы в сторону. Вот стоит, к примеру, этот Пипитр. Представим, что это крест Христов. Я поставил его в центр. Если он стоит в центре моего служения, то я как бы не могу по-другому. Я проповедую, я всегда смотрю на него, я всегда через него. И это мысль, которую заложил Христос в Евангелие. Они говорили, покажи нам Отца. Мы понимаем, что ты Бог, Божий посланник, что ты пришел, явился на землю, но нам нужен тот, о котором мы знали издревле, который сказал себе, мое имя сущий, который открылся Отцам, покажи нам его. И он говорит, видевший меня, видел Отца, я путь. Я тот, который вам открываюсь. Я его явление, я его сущность здесь. И поэтому у нас в христианстве крест, вообще Христос это центр всего. И я говорю это сейчас не просто с позиции учения, я говорю это с позиции внутреннего мира. Есть ситуации, когда люди крест ставят в сторону, вот так отставляют. Они не убирают его полностью, он где-то здесь, на задворках. Но на передний план выходит человеческая сущность, человеческая воля, человеческая идея, фантазия. И здесь уже, когда нет креста, свобода для моих мыслей. Свобода представить Бога таким, каким я хочу. Например, у меня есть глубокие раны внутри травмы. И я вырос с этим, я с этим живу, я это ношу в себе. И я хочу это как-то сгладить. И потому, для того, чтобы себя утешить, я начинаю проповедовать злое Евангелие. Евангелие, как сказать, чтобы мы правильно поняли, Евангелие человеческого унижения. Может быть, я не дойду до самобичевания, но когда передо мной нет креста, когда у меня нет этого образа, который Иисус явил на земле, когда его отодвинул, да, я говорю, спасибо за спасение, окей. Все здорово, ты все классно сделал, и мы теперь проповедуем Бога, как мы его поняли. Но что я проповедую? Когда я говорю, братья и сестры, наш путь на земле, это путь, который мы должны себя втоптать в грязь. Мы должны просто перед Богом быть ниже прах земной, чтобы Он на нас вытирал ноги. Вот, может быть, тогда мы заслужим частичку Его внимания. Я проповедую же не Христа, я проповедую свою боль. Теперь вопрос, имеет ли Бог что-то общее с моей болью? Может ли, по-другому задам, может ли Он из моей этой боли сделать полноценное учение? Никак. Потому что Писание говорит, что явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Вор пришел украсть, убить, погубить, и тот дьявол, который сделал во мне эту боль, Бог не может этого взять и сделать благословенное учение. Потому Он поставил Христа, Он поставил и говорит, это единственный путь. Никакой путь самопознания, который лежит вне Христа. Например, я решил узнать Бога своим каким-то глубоким исканием, подобно тому, как сделал это Соломон. Я познаю Бога через боль, через злодострасные увлечения, через какие-то, знаете, рост знаний, через что-то еще. И начинаю об этом говорить. К чему я приду? К философии. Этого много сегодня. Но когда мы устраняем, и я говорю сейчас не об учении, когда мы устраняем Христа из своего сердца, мы начинаем жить не Христом, а тем, что живет в нашем сердце. Друзья мои, это очень важно. Мы не знаем до конца глубины, которая есть в нашей душе. И потому Иисус говорил, я путь единственный, я путь. Я истина, я жизнь, я тот, через который вы можете прийти к Богу, и это будет реальность. Я хочу сейчас вам это показать. Отношения всегда есть фундамент. Евангелие от Матфея. Откройте нам. Сейчас будет первая ключевая мысль. Я хочу, чтобы вы ее не упустили. Евангелие от Матфея, 7 глава, 24 стих. Матфея, 7 глава, 24 стих. Итак, Писание говорит. «Всякого, кто слушает слова мои и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил свой дом на камне. Который посмотрел, слушает мои слова и исполняет уподоблю мужу, который построил дом на камне. Много проповедей на эту тему. Много проповедников об этом говорит, что дом построен должен быть на Христе. Правда? Дом должен быть основан на этом камне. Не на основанном песке, на куче разных наших мыслей, идей, переживаний, только Христос может быть достаточным основанием. И здесь Писание это подчеркивает, Иисус говорит, кто слушает слова мои и исполняет, то есть кто пропитан моим словом, моим учением, кто имеет этот центр Христа внутри себя, то есть этот камень, тот дом устоит. Все правильно, но здесь есть очень важная мысль, очень важная деталь, к которой я хочу обратить ваше внимание. Если мы задумаемся о том, что этот стих, вот этот камень в нашей жизни, этот фундамент, что для нас он означает в реальности, если мы задумаемся с вами, что значит построить свой дом на Христе? Кто-то скажет, это значит просто следовать Его слову, это значит следовать Его учению, это просто значит внимательно изучать Писание, все это правильно, но это на мой взгляд не является самой корневой, самой внутренней центральной сущностью. Итак, когда мы говорим построить дом на Христе, мы понимаем, что мы некую метафору употребляем, мы не можем физически взять Христа, тело Его и вот строить как-то свой внутренний дом. Итак, чтобы меньше об этом говорить, скажем о метафорах, у Христа есть качество. Одно самое важное, о котором мы поем в песнях, о котором мы слышим в проповедях и которое является отражением Божьего естества. Это любовь. Как бы это банально и просто не звучало, но он говоря о заповедях даже, он говорит, какие заповеди дашь нам? Две заповеди дам. Возлюби Господа Бога твоим всем сердцем, крепостью, разумением и возлюби ближнего своего, как самого себя. В этом законы пророки. И Писание говорит, такие слова Бог есть, любовь, еще много-много текстов можно было приводить. Я не хочу сейчас просто приводить тексты, я хочу, чтобы вы посмотрели на этот стих сейчас с другой стороны. Он говорит, кто слушает слова мои, исполняет, я уподоблю мужу, который построил дом на камне. То есть тот, кто пропитался моим словом, кто осознал, в чем заключается смысл мое слово. В чем заключается суть Божьего естества. На чем фундаментально строится спасение. Оно строится на том, что ибо так возлюбил Бог мир. Однажды у Бога, не знаю, однажды это временная характеристика, может быть неправильно об этом говорить, но когда он увидел человека, когда он увидел тебя и меня, в первую очередь, он не пришел с осуждением, он возлюбил. И кто-то говорит, ну почему я не чувствую этой любви? Почему ее нет в моей жизни? Почему в моей жизни только страдания? Почему в моей жизни боль? Почему разочарование, неверие? Почему там хаос? Почему там грех? Почему там помойка? Извините за выражение. Но не потому, что он тебя не любит. Я хочу сейчас, чтобы мы увидели, может быть, некоторую причину. Друзья мои, это очень серьезно. Иисус говорил, какой дом не потерпит урона, который будет построен на камне? Как я могу построить свою жизнь на любви Божьей сейчас? Вот мы об этом будем говорить сейчас. Если я не построю свою жизнь на любви Божьей, если я не построю на Христе, а его сущность – это любовь, это то, что я могу пережить от Христа в своем сердце, в первую очередь. Что я могу пережить? Не просто учение. Учение может прийти в мой разум, я могу осознать его, я могу измениться в соответствии с ним. Но в своей внутренности, в своем внутреннем человеке я могу пережить любовь. Это то же самое, как представьте себе. Вот, чтобы было очень понятно, особенно поймут те, у кого есть дети. Вы много видели детей других. Годик, два, милашки, симпатяшки, три годика. Такие, знаете, они прелестные. Эти малыши, они бегают, они радуют нас. Но когда у вас рождается свой ребенок, это особенное. Люди будут даже, не может не восхищаться вашим ребенком, ну обычный, у него обычный мальчик, обычная девочка. Но когда вы смотрите ему в глаза, я не могу передать вам это чувство. Когда вы понимаете, что это ваше дитя. Это вот, хотя казалось бы, ну какая разница, что твоя жена его родила или родила другая какая-нибудь женщина. Это ребенок, ты смотри на него одинаково. Но нет, к своему ребенку есть особое чувство, особая любовь, особое стремление. Тебе хочется смотреть на него, обнимать его, тебе хочется сделать для него все, чтобы он был счастлив. Тебе хочется даже самого себя отдать, чтобы он вырос счастливым. Вот это есть любовь. И вы знаете, когда Писание говорит, что построил дом на камне, то, что мы можем от Христа принять и принимать каждый день, это и есть любовь. Это то, что мы можем в нашем естестве от Бога переживать. Кто-то скажет, ну мы можем еще переживать откровения, мы еще что-то можем. Я хочу двинуться дальше. Каким образом эти отношения, вот фундамент это любовь Божья. Мы дальше об этом поговорим, и вы поймете, к чему я это говорю. Так как Бог сверхъестественен, и мы не можем его видеть, мы можем только ощущать эту любовь в своем сердце, то он сказал второй закон, он сказал, без веры Богу угодить невозможно. Евреям, 11 глава, 6 стих нам высветите. Я просто такие фундаментальные стихи сейчас хочу открыть вместе с вами, они всем известны. Но я хочу связать их в одну цепочку. Без веры Богу угодить невозможно, ибо надо, чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть, и ищущим его воздает. Когда в моем сердце любовь Божья производит какую-то работу, я начинаю осознавать или чувствовать, что-то происходит. Как это понять? Как это объяснить? Я упираюсь в тупик, потому что дальше, если бы это был вот человек, который пришел и сказал, вот он я, даятель этой любви, у меня бы возникли к этому человеку отношения, так же, как к моему ребенку. Я бы начал чувствовать что-то с этим человеком. Любовь, взаимодействие, ответность, реакцию. Но тут Бог, которого я не вижу. Потом он говорит, блаженны, невидящие, но верующие. Вот здесь очень важный момент. Бог протянул руку в виде любви человеку. Он сказал, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Бог знал, что для нас Он невидим. Бог осознавал, что для нас Он недосягаем, необъятен, велик настолько, что мы не можем вместить Его своим разумом. И Он сказал, я даю любовь, как то, что будет отражением меня в сердце человека. Друзья мои, мы двигаемся дальше. И Он говорит, без веры невозможно угодить, не потому, что Бог привередлив, но потому, что мы не видим Его своими глазами. Но есть этот путь, которым душа наша соединяется с Богом. Он говорит, надо, чтобы приходящих к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает. Но я открою вместе с вами другое место. Галатам 5 глава, 6 стих. Галатам 5 глава, 6 стих. Когда апостол Павел с Галатами рассуждают о том, что во Христе имеет силу, имеет ли силу закон, имеет ли силу правила, имеет ли силу во Христе какие-то порядки, какие-то заповеди. Он приходит к такому простому заключению. Во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания. Но, и дальше важный момент, вера, действующая любовью. Когда в человеке формируется вера. Вообще первая вера в человеке появляется в тот момент, вот пусть этот стих для нас будет высвечен. Первая вера появляется в моем и в вашем сердце, тогда, когда мы сталкиваемся с чем-то сверхъестественным. Сверхъестественным. Посмотрите сегодня на людей, которые не верят в Бога, но верят в суеверие. Они достаточно набожны и религиозны, они верят в суеверие. Они идут, ровное место, они спотыкаются, и тут рядом, вот они столкнулись с тем, что сверхъестественно, они споткнулись на ровном месте. Я никогда, вот он ровный пол, я никогда не спотыкался, я споткнулся на ровном месте. И тут рядом появляется человек. Вот у человека встает вопрос внутри, необъяснимый, он столкнулся с сверхъестественным. И тут рядом появляется человек и говорит, знаешь, почему ты споткнулся? Потому что здесь арка проходит, там где-то, вот видишь, чертовы ворота. И ты проходишь, и сами бесы тебя, и вот ты споткнулся. А что делать мне? Страх появляется в человеке. Он говорит, когда проходишь вот под чертовыми воротами, повернись и сделай так, тьфу-тьфу-тьфу, и постучи по дереву. И человек в следующий раз, еще не споткнувшись, хотя это была вообще случайность, о, арка. И он подходит к ней, тьфу-тьфу-тьфу, постучал и идет. И, естественно, не спотыкается. Что происходит в его сердце? Вера возрастает. И дальше кошки, пороги, пустые ведра, и так далее, край лавочки, и много-много-много всего. И человек уже живет в постоянном напряжении. Отчего все произошло? Он однажды столкнулся со сверхъестественным. И ему кто-то как-то это объяснил. И в него жизни пришла вера. Так вот, друзья мои, когда мы возвращаемся к этому стиху теперь, вера, действующая любовью, когда однажды в нашу жизнь пришла Божья любовь, он говорит, все стою у двери и стучу. О чем он говорит? Кто услышит голос мой, кто отворит, я войду и буду вечерить с ним. Он говорит о том, что я стою у двери сердца, и единственным доступным мне способом, любовью я стучу в сердце. Потому что знаешь, что дефицит этой любви в твоем сердце, он есть огромный. Мы все хотим, чтобы нас любили. Когда ребенок рождается, и его родители не любят, они бросают его. Это несчастные дети, которые вырастают в отверженности. Эти дома переполнены детьми, которые, им не нужны машинки и мобильные телефоны. Им не нужны модные брендовые шмотки, как сегодня многим детям. Им нужно, чтобы кто-то назвал их сын или дочь, обнял их. Это дороже в смартфонов, дороже конфет, дороже подарков, любовь. И вот когда в моем сердце постучала любовь Божья, необъяснимая для меня, я чувствую, что мне хочется плакать. Я чувствую, что в моем сердце таят эти льды и глыбы. Тут Слово Божье, оно объясняет мне, что так возлюбил Бог мир, чтобы меня спасти. И вот Писание говорит, и во Христе Иисусе не имеет силы, то есть действенной силы в моей жизни, ни обрезания, то есть исполнения закона, ни беззаконность, беззаконие, но вера, действующая на основании той любви, которая однажды в моем сердце постучала. Мы двигаемся дальше. Дальше, собственно, возникают сами отношения с Богом, которые есть, какое-то взаимодействие на основании того, что Божья любовь, я о любви еще дальше, мы немножко поговорим, что Божья любовь, она возникает в моем сердце, и на основании ее рождается вера. То есть я принимаю эту любовь, я начинаю верить Богу, я начинаю жить с Богом, моя вера начинает утверждаться, укрепляться, в том, что Бог не отверг меня, не проклял, в том, что в моей жизни не должно происходить каких-то событий разрушительных, это дела дьявола, и явился Сын Божий, и многое-многое другое, я начинаю понимать не из своей боли и философии, а из-за того, что крест Христов стоит в моей жизни. Я вижу в Евангелии Христа, я вижу Его красоту, я вижу Его обетование, и эта любовь в моем сердце, она позволяет мне возрастать во Христе правильно, здраво и зрело. Галатам, пятая глава, с первого стиха говорит, «Итак, стойте в свободе, которую даровал Христос, не подвергайтесь опять игру рабства». Вот я Павел говорю, если вы обрезываетесь, не будет никакой пользы от Христа, и еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающему, что должен исполнить весь закон, а вы, оправдавшие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати, а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. И дальше этот стих, «Ибо во Христе Иисусе не имеет сил ни обрезания, ни обрезания, но вера действующая любовью». О чем говорит здесь Павел? Говоря уже о самих отношениях, пятый стих, или даже четвертый, пятый нам высветите, он говорит, «Вы оправдывающие себя законом, когда вы убрали Христа». Когда вы убрали Христа, он говорит, «Остались без Христа, вы попали в проблему, вы отпали от благодати». Друзья мои, я хочу, чтобы этот важный момент сейчас нами был очень отмечен в нашей внутренности, а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Это мы говорим уже о самих отношениях, хотя я не хочу, может быть, очень много времени говорить о самих отношениях, хочу больше вернуться сейчас к любви назад, но здесь важный момент, который я хочу отметить. Это важно для меня сегодня. Он говорит, «Когда вы остались без Христа». Хотя это очень просто звучит, вроде бы все правильно, это такие простые истины, такие простые понятия, но говорит, «Вы отпали от благодати, от действенной благодати». Сегодня люди, многие задают вопрос, «Как заставить Бога действовать?» Как заставить Бога исполнять свои обязанности? Как заставить Бога быть Богом? Они в своих молитвах напоминают ему, «Боже, ты же великий сущий, ты чудный и славный, ты обязан, ты спаситель, ты любящий, ты должен нам, мы нуждаемся в тебе». Подождите, он не знает этого? Он не слышит этого? Он говорит о другом? «Вы отпали от благодати». Вы не можете переживать, вы не можете соединяться, соприкасаться с Богом. Когда в вашей жизни ушел Христос, когда в вашей жизни, как центр, Христос перестал быть, когда ваша жизнь перестала строиться на Его любви, вы потеряли отношения, взаимоотношения. Представьте себе ситуацию, что вы поругались с человеком, который вам все время помогал в какой-то ситуации, вы удалили его телефон, он удалил ваш телефон, вы не разговариваете, вы что сделали? Разорвали отношения. И вот у вас снова, у вас, к примеру, он вам помогал чинить машину всегда, и вы ездите, да, у меня не будет ломаться, все хорошо, и вдруг у вас ломается машина, прямо на дороге, вечереет, он единственный, кто может вам помочь. Почему он вам не поможет? Потому что он настолько обиделся на вас, что не хочет помочь? Нет, вы этого не знаете. Потому что он где-то далеко или там не может приехать? Нет, вы тоже этого не знаете. Возможно, он сидит и ждет, когда вы ему позвоните. Но у вас нет его номера. Вы разорвали отношения. Вы отпали от отношений с ним, и потому ваша нужда не восполняется. Когда мы сегодня, как христиане, задаемся вопросом, почему церковь преисполнена людьми несчастными, страдающими, почему сегодня много запросов от христиан в депрессиях, они вынуждены покупать таблетки, жить на таблетках, они вынуждены несчастную свою судьбу искать в интернете, они пытаются восполнить те нужды, которые Бог должен был восполнить. Они уже не задают вопрос о Богу даже. Они просто говорят, Богу надо приходить и славить собрание, надо просто делать хорошее, красивое лицо, надо улыбаться правильно, петь ему песни и решать свои проблемы самим. Неправильно. Он пришел отпустить измученных на свободу. Он пришел, чтобы умели жизнь и жизнь с избытком, чтобы мы не нуждались в душевных потребностях своих черпать, как Писание говорит про блудного сына и эти рожки из корыт мира. Он пришел, но он говорит, вы, оправдывающие себя законом, которые взяли и убрали Христа и поставили себе правила, поставили себе свои результаты, свои достижения, свою боль, что-то еще за основу, вы перестали существовать в Божьей любви. Ваша вера начинает базироваться на уверенности в вашей праведности, в вашем законе, в ваших достижениях, в ваших делах. И мы с вами отпадаем тогда от благодати. И мы начинаем чувствовать пустоту в молитве. Я точно так же поднимаю руки, я точно так же говорю о великче Бога, я точно так же пою эти красивые песни, но я перестал жить Христом. Я отпал от благодати. А когда мы не отпали, мы духом ожидаем и надеемся. Вот здесь я хочу подчеркнуть это на экране. Мы духом ожидаем и надеемся. Когда мы незаконом, а когда в центре стоит Христос, я не знаю за что, я не знаю по какому праву, я не знаю почему я, но я духом ожидаю, потому что это благодать. Это не просто Бог выбрал, я красивый, умный или самый талантливый, но Он полюбил меня. Я не знаю почему. Я просто духом ожидаю и надеюсь праведности от веры. И дальше это Писание говорит, что во Христе Иисусе имеет силу вера действующую любовью. Я хочу вернуться к этой любви вместе с вами. И так получается такой алгоритм, который мы строим отношения с Богом. Сначала в нашем сердце возникает эта любовь Божья, и мы сейчас поговорим, как пребывать в этой любви, как окунуться в нее. Потом появляется вера в то, что мы читаем Слово, мы понимаем, что Бог спас нас. И эта любовь, это отражение, Его спасение, этой благодати. И на основании этой веры у нас строятся отношения. Вера имеет силу, она производит действия. Но в чем возникает проблема? Почему сегодня целое поколение христиан считает, что они Богу просто все должны? Сегодня много проповедей, много посланий, много месседжей, как говорят модно. Они сводятся к слову должны и надо. Когда проповедники выходят за кафедры, пусть простят меня те проповедники, которые это делают, я сам это делал. Но они не замечают даже, что их слова, евангельские, истины, они начинаются со слов, мы должны любить Иисуса, мы должны Богу, нам надо приближаться к Богу, нам надо искать Богу. Это то же самое, как я пришел бы к вам в семью и сказал, вы хотите отношения своей с женой, вы должны ее уважать, вы должны ее любить, вы должны, вы должны, вы должны. И человеку, которого в этом сердце нет, он скажет, а почему я должен? Я хочу. Или то же самое, вы должны любить своих детей. Это то же самое, как я вам скажу, вы должны любить манную кашу. Вы можете себя заставлять ее есть, но вы не до конца ее не полюбите. Ну, хотя, может, кому-то она и нравится, я не знаю. Итак, ответ кроется, на мой взгляд, в первом послании Иоанна, второй главе. Первое послание Иоанна, вторая глава, с пятнадцатого стиха. Писание говорит, «Не любите мира и того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейской, несть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий Божью волю, волю Божью пребывает вовек. Дети, последнее время, как вы слышали, придет Антихрист, и теперь появилось много Антихристов. И то познаем, что из того познаем, что последнее время. И дальше этот девятнадцатый стих, с которым мы начинали, они вышли от нас, но не были наши. Иоанн приводит нас к этой мысли через важное учение. Он говорит, почему они не были наши, почему они не смогли прилепиться к церкви. И он начинает с пятнадцатого стиха. Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отчей. Когда я руководствуюсь словом «надо» и словом «должен», это говорит о том, что у меня с Богом отношения, которые меня тяготят, которые меня, знаете, напрягают. В прошлый раз, в прошлое воскресенье, Виктор говорил об увлеченности. Если сегодня задать вопрос, например, люди увлечены катанием на лыжах, люди увлечены катанием на велосипеде, люди увлечены плаванием, люди увлечены фитнесом. Сегодня модно увлекаться фитнесом. Скажите, когда вы приходите в спортзал, те, которые увлечены фитнесом, и у вас говорят, вы должны качаться, вы должны тягать штангу. Если вас просто будут заставлять, у вас не будет своей мотивации, вас в следующий раз в этом зале не увидят. Но люди, которые сжигают свои калории в фитнес-клубе, они идут туда глубоко с пониманием, я хочу этого, я хочу избавиться от жира на моих боках, и поэтому я иду и делаю эти упражнения. Да, когда я делаю эти упражнения, это тяжело, но у меня есть то, что заставляет меня это делать, стремление, жажда, нужда определенная. И здесь Писание показывает, смотрите, когда в моем фундаменте есть проблема, когда в моем 15 стих нам высветить еще раз, он говорит, не любите мира, не того, что в мире, кто любит мир, в том нет любви Отчий. Я хочу нарисовать вам одну картинку, такую картинку, которую здесь мы видим, вот об этом фундаменте, об этом основании. Не любите мира, вот когда мы говорим о том, что кто построит свой дом на камне, кто построит свой дом на Христе, это говорит о том, что построит или начнет, будет строить свою веру на реальности Божьей любви в жизни, реальности. Не просто философском умозаключении или каком-то, знаете, теории, братья и сестры, вы испытали любовь Божью? Ну да, мы испытали любовь Божью. Иоанн говорит о том, что это реальность, он говорит, не любите мира, не того, что в мире. Вы чувствуете сопоставление? Если вот эти колонки, которые стоят, это мир, это похоть, плоти, гордость очей, гордость житейская, да? А любовь Божья, она там, вот с той стороны, вот да, где слово. И в моей ситуации, то, на чем построен мой дом, не зависит от того, как я знаю много хорошего описания, а зависит, куда я поверну. Если моя душа повернута сюда, я повернут к миру, во мне чего нет? Любви отчей. Я закрыт, я отвернулся от любви Божьей. Если я повернут к любви Божьей, я закрыт для любви к миру. И потому Писание очень важно уделяет, Иисус говорил об этом фундаменте, очень важное внимание, или скажем, важность этого вопроса. Потому что, кто построил свой дом на камне, на любви Христовой, у того совсем по-другому начинает развиваться жизнь. Иоанн об этом и прямо пишет. Не любите мира. Если вы чувствуете вот это увлечение к миру, вот оно вас тянет. То не надо продолжать и говорить себе, что ничего, потянет и перестанет. Через год все нормально будет. Поймите, что вы в глубокой западне. Потому что Иоанн говорит, кто любит мир, в том нет любви Божьей, в том нет любви отчей. И это не просто, знаете, ну так учение говорит, так Писание говорит. Это переживание мое, друзья. Это переживание, братья и сестры. Это то, что живет внутри меня. Я хочу, чтобы в наших сердцах жила любовь Христова. Почему Иоанн говорит, они вышли от нас. Потому что они повернуты были к миру. Они ходили в собрания, они с нами молились, они пели, они участвовали в проектах, они жертвовали свои деньги. Но никогда их сердце не принадлежало Господу. Они были повернуты к миру. Всегда Божье Слово, Божий Дух был за спиной. Я хочу, чтобы мы с вами не просто приходили, жертвовали деньги, участвовали в проектах, пели, поднимали руки. Это не совсем важно. Важно, чтобы в первую очередь мы были повернуты не к миру, а повернуты к Богу. И когда мы повернуты к Богу, тогда любовь Его изливается. Я хочу прочитать, хочу прочитать одно место. Римлянам 5.5 нам высветите. Мы к нему еще вернемся, но я считаю важным сейчас его прочитать. Это принципиальный вопрос, что Бог на фундаменте любви основал отношения с нами. Он говорит, надежды не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым данный нам. Слово «излилась» означает налилась, то есть вылилась, движение воды из бутылки в стакан, наполняемость. И он говорит, любовь излилась в наши сердца Духом Святым. Это реальность. Когда я повернут к миру, во мне нет места любви Божьей. Она не изливается Духом. И вера, соответственно, действует уже не на основании любви, а на основании закона. А во Христе Иисус это не имеет силы. И мы можем взывать и провозглашать, и молиться, и простирать руки, говорить, мы верим, мы наступаем на силы ада. Но ничего не будет происходить, потому что Бог сердцеведец. Он видит глубину моего и твоего сердца. Он видит естество мое, если я основан не на его любви. Я не его. Я принадлежу миру, которому я повернут. И потому я хочу отвернуться от мира. Иоанн говорит, не любите мира. Не любите. Много лжепророков, лжепостолов, лжепрестов. Много появилось, потому что они, повернувшись к миру, провозглашают, тем не менее, слова Божьи. Они, будучи наполнены на естестве своей похоть, плоти, гордость, очей и гордость житейской, они провозглашают истины Божьи и думают, что так угодно служат Богу. Но он говорит, он сердцеведец. Они выйдут от нас, потому что они не присоединены к Церкви Божьей. Он сердцеведец. Ему не так важно, что вы провозглашаете, как то, что в вашем естестве есть. Почему узнают, что вы мои ученики? Если будете петь правильные песни, будете вместе поднимать руки, будете улыбаться друг другу и дарить цветы. Нет. Если будете иметь любовь между собой. Итак, друзья мои. Я прочитал этот стих, я вернусь к нему через пару минут. Я еще буквально займу короткое время, мы будем молиться. Я хотел бы, чтобы мы лучше больше молились сегодня. Итак, Писание говорит, первое послание Коринфянам, вторая глава, с первого стиха я прочитаю. Первое послание Коринфянам, вторая глава, апостол Павел пишет Коринфянской Церкви. И когда я приходил, братья, возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, я рассудил у вас быть незнающим ничего, кроме Иисуса Христа, притом распятого. Я был у вас в немощи, в страхе, в великом трепете. И слово моя проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Это важный момент. Тоже важный момент, друзья мои. Я говорил, что когда в нашем сердце любовь Христова пребывает, это благодать, мы действительно чувствуем любовь Божию, тогда вера наша созидается, вера действует этой любовью. Вера наша утверждается правильно, но когда мы утверждаемся на мудрости человеческой, когда мы утверждаемся на опознаниях, философии, на каких-то законах, которые мы сами себе поставили, на провозглашении, прокачивании нашей веры, на репетиции нашей веры, на силовых тренировках нашей веры, любовь уходит, и мы становимся, если даже не грешниками, то просто теми людьми, которые не устраивают Бога. И Павел говорит, я, приходя к вам, Коринфян, я почитал ничего не знающим, я принес вам только Христа, чтобы ваша вера утверждалась на явлении Его силы, на явлении Его Духа. Я не принес себя нисколько, я принес Его послание, Его учение, я показал Его красоту, показал, что Он пришел простить, принять, что Он пришел своим Духом наполнить собрание. И говорит, чтобы ваша вера утверждалась на этом. Явлении Духа и Силы. Итак, мы уже двигаемся к завершению откровения. Я не мог не прочитать это. Вторая глава с первого стиха. Я хочу показать теперь этот стих. Вот это место, точнее, знаменитое, известное, незнаменитое, известное место. Многим хочу показать с ракурса нашей темы. С первого стиха говорит, ангел у фесской церкви напиши. Так говорит держащийся в звезд, в деснице своей, ходящий посреди семи светильников. Знаю, дела твои, труд твой, терпение, что ты не можешь стосить развратных. Испытал тех, которые называют себя апостолами, они не таковы. Нашел, что они лжицы. Ты много переносил, имеешь терпение. Для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против себя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, то скоро приду к тебе, сдвину светильник твой с места, если не покаешься. Вы знаете, здесь речь идет о человеке или о служителе, возможно, который не имел греха. Который имел ревность. Который имел чистоту. Который имел дерзновение. Который имел определенные, не знаю, требования, стандарты. Но претензия Бога прозвучала. Он говорит, я знаю и труд, я уважаю твой труд. Я знаю твои дела, я знаю твою ревность. Друзья мои, я хотел бы, чтобы вы заглянули сейчас в свое сердце. И увидели много-много дел, которые вы уже сделали для Бога. И увидели много-много достижений. И увидели много-много результатов своих. Много требований, которые вы предъявляете к себе и к людям. Много стандартов, которые стоят в вашей жизни, и вы их провозглашаете. Требование Бога в откровении прозвучавшее звучит и к нам сегодня. Видя все это, он задает вопрос. Не оставил ли ты первую любовь? Не оставил ли ты? Не ушло ли с твоего сердца? Жизнь любовью Божьей при всем этом. Ты можешь петь, разбирать Слово, изучать Евангелие, ходить и благовествовать. Много-много делать дел. Но он смотрит в сердце и задает вопрос. Продолжаешь ли ты жить любовью? Продолжаешь ли ты каждый день жить? Потому что в тебе живет его любовь, его милость, его благодать, твоя радость спасения. Радость того, что он твой Бог, что он близок к тебе. Или твоя жизнь уже похожа в этом вопросе на иссохшую землю, на пустыню. Много трудов, много стандартов, много планка высокая. Надо тянуться, много требований у Бога. Но внутри пустота. Зияющая дыра. Так вот, он говорит, покайся. Вернись. Потому что твоя вера перестала действовать любовью. Ты перестал являть Евангелие. Вернись. Тебе не просто даже потому, что ты перестал являть. Он говорит, я знаю дела и труд. Я знаю, что ты не сносишь развратных. Ты испытал же апостолов. Я не об этом говорю. Откровение обращено к самому человеку. Он говорит, проблема не в том, что ты Евангелие неправильно проповедуешь. Проблема в том, что ты умер. Тебе нужно воскреснуть. Вопрос не в том, что ты несешь. А вопрос в том, кто ты перед Богом. И поэтому говорит, покайся. Я не хочу сдвигать твой светильник с места. Но он сдвинется. Придет что-то, что поколеблит его. Придет опустошение, разорение. Светильник сдвинется с места, если ты не вернешься к любви. Потому что это тот фундамент, на котором только можно стоять. Дом, основанный на камне. На любви Божьей. Когда ты стоишь на этом Христе и понимаешь, ты не знаешь за что. Но он любит тебя. Его любовь изливается в твое сердце каждый день. И ты тогда стоишь. В любых обстоятельствах жизни. Итак, друзья мои, я пару мест. Это, может быть, уже решение проблемы, которое я хотел бы, чтобы мы увидели. Я читал уже римлянам. Любовь излилась в наши сердца. Духом святым. Это определенное направление. Понимание должно быть в нашем разуме. Это точно так же. Я просто хочу привести пример сейчас. Поставить точку перед нашей молитвой. Я хочу привести пример. Это то же самое, как в семье. Мы понимаем, что в нашей семье должна быть атмосфера любви. Я здесь потребляю слово «должна быть», как то, что на самом деле машина должна ехать. Это ее нормальное состояние. Если машина заглохла и не едет, и горит лампочка, это значит, она поломалась. И можно много и сколь угодно долго ее толкать и говорить, что моя машина едет. Но она едет не так. В семье должна быть атмосфера любви. Это состояние и понимание в нашем разуме. И потому сегодня мое послание к тому, чтобы в нашем разуме четко выстроилось понимание, что в первую очередь то, что должно быть в моей жизни, это переживание Божьей любви. Она изливается Духом святым. Она не закрыта. Это не крайний, который Бог перекрывает. Это то, в чем мы нуждаемся. И я хочу, чтобы мы увидели это, потому что Писание говорит, смотрите, в том же послании к римлянам, я просто продолжаю эту мысль, послание к римлянам в этой пятой главе, почему Бог не перекрывает этот краник, чтобы мы понимали. Смотрите. Итак, оправдашись верой, это первый стих пятой главы, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верой мы получили доступ благодати, в которой стоим и хвалимся. Надежду и славы. И несим только, но хвалимся скорбями. Так, я немножко пропускаю скорби, терпение, терпение, опытность. Надежда не постыжает, потому что любовь излилась Духом святым. И важный момент. Ибо Христос, когда мы еще были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Почему Бог не перекрывает краник любви? Почему прямо сегодня вам доступна любовь Господа Иисуса Христа, если в вашем разуме есть это правильное направление? Потому что Он умер за нас, когда мы были нечестивые. Он умер за грешника, когда тот валялся в луже пьяный. Он умер за тех, кто сегодня блудит и продолжает пребывать в блуде, кто хулит Бога, кто сегодня рисует карикатуры на Бога, на тех людей, которые сегодня открыто пропагандируют извращение, которые пропагандируют сегодня однополые браки, еще что-то, которые открыто выставляют Бога, и причем пытаются выставить, как будто это Божий план. Нас наполняет какая-то, может быть, злость, нас наполняет какая-то, знаете, ревность определенная. Но смотрите, что Он говорит. Он умер за них тогда, когда знал, что они еще нечестивцы. И эта любовь излилась Духом Святым. Это открытая благодать. Это не то, что Бог закрыл и перекрыл. Последнее место, которое я читаю, послание к Ефесянам, в нем все описано. В нем все это описано. Третья глава, это последнее место, я вам обещаю. Послание к Ефесянам, третья глава, 16 стиха, я читаю. Итак, Ефесянам, третья глава, 16 стиха. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные, утвержденные в любви, могли постигнуться всеми святыми, что широта, долгота, глубина, высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь к Христу, дабы вам исполниться всей полнотой Божьей». Друзья мои, здесь, в этих стихах, все. Утвержденными, укорененными в любви. Быть теми, которые верой позволят Христу вселиться в сердца, для того, чтобы познавать Его, для того, чтобы жить с Ним. Не просто потому, что быть правильными. Давайте встанем сейчас. Мы будем молиться. Не просто потому, что мы хотим быть правильными, но мы хотим, чтобы утвердиться и укорениться в любви. Это было не учение разума моего, но состояние моего сердца. Сегодня есть Дух Святой, данный Церкви, данный народу Божьему, который сегодня приносит в первую очередь не просто ответы на наши прошения, не просто наши позывы какие-то, наши посылы, наши послания. Он приносит любовь Господа Иисуса Христа, чтобы нам, утвержденными и укорененными в этой любви, познавать, что такое превосходящее разумение, это любовь Божья. Верой вселится Христу в сердца наши.